Салют, друзья! С вами снова Сергей, и сегодня я расскажу, какие три типа людей, а вернее вот три классификации с моей стороны, как я считаю, действительно 100% готовы зарабатывать большие деньги с компанией Хосе. Что это за люди, почему и какие амбиции, какие у них правила, и что они делают такого, что они делают другие, и почему они действительно, может быть, год, может быть, полтора-два пройдет, и это люди зарабатывать будут очень большие деньги. Тысяча, две, пять, десять тысяч долларов в месяц, это стартовая позиция, которую люди будут получать ежемесячно. Итак, первое, это уставшие люди. Это, наверное, те люди, я классифицирую их так, которые уже свой путь, ну, там, 5, 10, 15 лет прошли, и действительно они уже наелись. Они настолько устали вот этих вот, привет, супер таблка, здорово, мега компания, погнали сюда, 40, 50, 100% в месяц, там, или 2 месяца, давай, поехали. И вот они все это прошли, наелись, уже у них вот здесь вот все сидит, и они такие, блин, чувак, не хочу. Это те люди, которым ты иногда говоришь, слушай, вот у тебя есть тысяча долларов, готов зайти и получать 20% в месяц? Они такие, не. А почему? Ну, можно, ну, хорошо, а вот если 15% какой-то продукт, готов пойти? И он такой, ну, давай, ладно, окей, 15% в месяц, это меня все устраивает, окей. Но, когда ты ему говоришь, а если у тебя 10 тысяч долларов, готов потом еще 10 добавить? Ну, ты же будешь больше зарабатывать. И он такой, вот тысячу я могу себе позволить зайти, а вот 10, наверное, после того, как я тысячу выведу, да, там, через 3-4 месяца, 5, тогда я, может быть, еще тысячу докинул. То есть это те люди, которые уже прошли какой-то определенный путь, и действительно для них уже приоритетно это не потерять, вывести свое, и вот он 5 месяцев работает, свое вывел, докидывает тысячу, и тут компания закрывается. И он такой, а что же происходит, блин? Вот такие вот люди уже вот этот вот путь прошли, и они устали, и им нужно, первое, безопасность. Второе, это доходность, и она не должна составлять 300-500% годовых, да, она не должна составлять там 1000% в месяц, потому что все мы знаем, да, вот эти красивые картинки на фьючах, да, человек говорит, я зарабатываю, скидывает 5-6 картинок, да, а по факту у него там 40 в минус он раз просел, да, и там 3 в плюс, и вышел в ноль, но он этими тремя картинками 1500% гордится, как дружбант, и что, я тут деньги ворочу, есть на сигары, ну я их так называю, да. И вот уставшие люди, они берут инструмент, хэш-7, и понимая свою 100% доходность, спокойно двигаются ровненько, где-то могут взять какой-то мемкоин, то есть им уже не нужно объяснять, да, ну, про саму суть инструмента. Они говорят, скажи мне два моих, ну, дай мне ответ на два вопроса. Первое, это безопасно? Ты ему говоришь, да, безопасно. Не сольет деньги? Не сольет. Сколько доходность годовая? От 100%, он такой, ну прикольно, все, я готов. Это тот человек, который не ходит, я подумаю, я не знаю, ну давай там посоветуюсь с женой, и все такое. Это уставшие люди, то есть прошедшие какой-то путь. О, мой телефон решил со мной поругаться. Одну минутку. Мы сделаем вот так вот. О, вернул вас. Давайте фокус на виду. Класс. С уставшими мы разобрались. Людям не нужно им вот этим вот коалицией объяснять что-то глобальное. Они уже наелись, они хотят стабильности, и они знают правила инвестора. Первое, это сохранение, а второе, это приумножение. И они готовы, ну, получить ноль, но не минус. Это самое главное. И эти люди действительно не боятся сегодня тысячу закинул, завтра появилось свободных, еще тысячу закинул, потом появилась еще свободная денежка там, и они снова закинули. То есть, по факту, это те люди, которые будут накапливать, будут увеличивать свой актив и будут зарабатывать без страха потери средств. Второе, вторая категория людей, которую я, ну, можно сказать, классифицирую, это нежадные люди. Это те люди, которые не смотрят на красивые картинки, там кто-то сей, пепи, мемы, там все остальное, да. Это те люди, которые сразу начинают работать с опаской. То есть, это нежадные люди. Мы сейчас разговариваем не только за продвижение, и кто получает там партнерское вознаграждение, мы говорим и за тех людей, которые работают со своим депозитом. Потому что, если ты работаешь со своим депозитом, то по факту тебе, допустим, кому-то посоветовать и порекомендовать продукт хэштейн вообще не проблема. Так вот, нежадные люди, и мне нравится, когда я провожу личные консультации, да, индивидуально работаю. Я вот разговариваю с человеком, я понимаю, в какую категорию он относится. Я ему говорю, так, давай, сколько у тебя депозит? Он говорит, ну, у меня депозит 100 долларов. Я говорю, отлично. Сразу начинаем со 100 баксов, ну, я говорю, лицензию оплатили, все, 100 долларов на бирже. Я говорю, начинаем с монетки ТОН, да, с хорошего такого, ну, фундаментального альткоина. Ставим его, натягиваем сеточку на, там, 10 позиций, все, заряжаем ТОН, он работает. Я говорю, 2-3 дня смотришь, как работает инструмент, понимаешь, как закрывается, открывается позиция, закрывается. Через 2-3 дня он говорит, слушай, такидываю еще там 100-150 долларов. Я говорю, отлично. Давай возьмем какой-нибудь более волатильный, говорю, актив, например, эфир. И мы уже 2 монетки заряжаем, 200 долларов, работаю, там, сеточка по 10 шагов. Я лучше люблю именно 10 шагов говорить, а не 10 позиций, потому что многие, стоимость позиций, длина позиции путаются. А так, шаг, это каждый шаг при падении он открывает, новый шаг, да, при росте закрывает его. Стоимость позиции, это сколько стоимость шага вот этого. Так что мне шаги более приятнее говорить. Проработали мы определенный период времени с ним, там, недельку, да, он такой, о, ну все, теперь готов там увеличиться, либо хочу, допустим, сформировать свою стратегию. Стратегию я формирую для человека уже после недели-полторы работы. То есть я ему говорю, так, тебе нужно постоянный съем, либо ты накапливаешь средства. И если он, допустим, в каком-то определенном ключе идет, да, там, выплат надо делать кому-то, то мы уже собираем фундаментальные монеты, биткоин, эфир, бинби, да. Мы берем, допустим, 1-2 альткоина, можем взять, допустим, тон, тот же нер, да, это не финансовые советы сразу, это я вот как работаю, ребята. Да, он говорит, я хотел бы, допустим, еще поработать каким-то, ну, к примеру, мемкоином. Я настраиваю аккуратно ему мемкоин, чтобы не было такого, что у него депозит 1000, он зарядил мемкоин, 900 долларов ушло на мемкоин, 100 долларов на фундаментальную монету, там, биткоин, эфир, допустим, и тон, альткоин. Я ему говорю, давай сделаем сетку, допустим, на мемкоин 10 позиций, по стоимости шага 10 долларов, ну, к примеру, он такой понял все, он знает, что на мемкоин у него там 100-150 долларов заряжено, если даже проседает, он не увеличит сетку, пока не докинет, допустим, свой депозит, не разгонит. Это люди, которые нежадные, то есть они понимают, как работает инструмент, они не боятся увеличивать, и они зарабатывают в долгую. Чем отличается первое, уставшие люди, как бы, коалиция от нежадных? Если уставшие люди, это те, которые наелись большими процентами, и они хотят прийти и зарабатывать в долгую, чтобы не прыгать где-то налево, направо до пятой-десятой, то к нежадным людям я отношу тех людей, которые имеют деньги, которые понимают, что они не боятся вкладываться в свой депозит и зарабатывать больше. Не путайте, пожалуйста. Нежадный человек, это может быть вообще не знает про интернет, у него свой бизнес, там, СТО, либо магазин, да, и он вообще ничего не знает, и он еще не прошел, ему уже много раз предлагали, а он такой, ну не знаю, подумаю, не то время, и он может пройти в тот путь, посливать бабок, и потом стать и нежадным, и уставшим. Но если человек идет на большие проценты, он уже нежадным не считается, он, скорее всего, потеряет и станет уставшим. Но это моя квалификация, ребята, не принимайте близко к сердцу. Третье и самое главное для меня коалиция, которую я прям, вот эти люди, да, им плевать, свой депозит, либо, ну, это партнерка, это коалиция, я называю, голодные. Это те люди, которым вообще нечего терять. То есть, и, наверное, я себя отнесу к нежадным, уставшим и голодным людям. Все три, наверное, есть во мне, потому что я уже и прошел множество компаний, где, я всегда говорю, если вы кому-то передаете свои средства, запомните, они уже не ваши. Я был и уставшим, я и нежадный, и на текущий момент я прекрасно понимаю, когда мне говорят, давай заряжай мемы, давай заряжай то, я говорю, ребят, у меня своя стратегия, спасибо, окей, хочешь поделюсь, но идти за тобой по твоим советам, ну, извини меня, у меня уже опыт есть, да, и я отношу себя к голодным. Так вот, кто такие голодные люди? Это те люди, у которых за спиной, наверное, только гробовая доска, куда нету шага назад, есть цель, не вижу препятствий. И вот голодные люди, это те люди, которые будут долбиться, даже если ничего не получается, он прекрасно понимает, чтобы стать специалистом в чем-то, нужно 10 тысяч часов. Это те люди, которые не будут говорить там после 2-3 презентаций, либо чего-то, что-то идет не так, это никому не надо, это никому не интересно. Это те люди, которые говорят после 4 или 10 или 100 презентаций, наверное, я что-то делаю не так, сделаю выводы, что лучше, и по своему опыту уже начинает двигаться в том, либо другом. То есть это тестеры, которые тестируют это направление, кому-то идет оффлайн встречи, кому-то идет онлайн переписка, кому-то идет зумы, кому-то идет записи видео и все остальное. Вот простой пример, да, голодные люди, это, вот человек мне звонит, я всю эту коалицию я беру из своей практики, друзья. Он мне звонит, говорит, Серега, мне никто денег не одалживает, на работе задница, жена каждый день пилит, ты занимаешься ерундой, ребенку даже не могу купить мороженое, живу на съемной квартире, 2-3 кредита, что мне делать? Я говорю, бери инструмент, находи 100 долларов. Он, я не знаю, ну, я чтобы понимание было, да, я, наверное, приведу примеры своего детства. Я с небольшого городка, там 45 тысяч населения в свое время было, сейчас, может, 49, 50, может, меньше, может, кто-то разъехался. Но это, можно сказать, в какой-то степени спитый уже городок, потому что там, кроме алкашки, больше ничего, никаких перспектив нету, да. И я, когда учился в школе, я очень хотел себе купить первый компьютер, это был Celeron 800, тогда были Атлоны, Celeron и Дероны, еще, может, никто из вас таких не помнит. Ну, и я брал дома мешок, ну, обычно от картошки, и накупал, ушел в парк, мои одноклассники бухали пива с девчонкой, все, а я с этим мешком, ну, собирал бутылки. После чего оставил их у знакомого бати, наутро брал эти 2-3 мешка, ложил в тележку, гнал на речку, щару у нас такая есть, да, отмывал, и потом с ящиками этими, с бутылками шел на, к примеру, стеклоприемник, где собирал деньги для того, чтобы я с братом занимался, я там одним занимался, мы там черничку собирали, неважно. Но за 3 месяца мы поставили себе цель купить компьютер. Он недорого стоил, 450 долларов. CTX-монитор, аквариум, но зарплаты, когда у всех там 200-250 в месяц взрослого человека, дети, ну, собирали вдвоем деньги на компьютер. И это было классно. У нас не было препятствий, у нас было просто голодняк, и мы этого хотели. Да, и мы купили этот компьютер с братом, он учился, ну, ему нужно было по учебе, я любил поиграться, там, Warcraft, Starcraft, Contra, Quake, 3, 2, ну, и думаю, все это помнят. А, Frozen Throne, там, все дела. Так вот, вот это и есть голодняк. Это когда, вот, допустим, я нахожусь в другой стране, я понимаю, что если я сейчас сложу руки, там, все, жопа, кто мне поможет? Маме буду звонить и говорить, мама, дай мне денег? Ну, бред полный. Ну, извините, уже дядька, вон, борода выросла, ну, то есть дети есть. То есть, кто поможет? Здесь кто-то поможет, выйдет на улицу? Правильно говорят, что в другой стране ты никому не нужен. Это ты в своей стране всем нужен. Налоговым, пожарным, милицией, драгедирам, правительству, там, собирая чемоданы, иди на сборы, там, в армию, да? Здесь ты никому не нужен. Занимайся, чем ты хочешь. И вот в этом самая фишка. И только голодный человек, у которого нету шага назад, потому что сзади только гробовая доска, за ним стоит дети, семья, ответственность. И вот он вообще ему по барабану. Ему не нужно объяснять, стыдно или не стыдно, с мешком подходить, там, или с пакетом. Друзья, слушайте, допейте. Мне, я уважаю своих одноклассников в свое время, да? Некоторые из них, из 30 человек, 5 достигли чего-то. 25 сидят до сих пор в офисах, ну, в душных помещениях, и там, не знаю, на заводах. Кто-то погиб, было и такое. Ну, то есть, ну, Андрюха, светлая память, ему это мой одноклассник. Но есть те, кто выбились из этого, а есть те, кто остались жить как надо. И мне не нужно было, ну, у меня друзья говорили, там, одноклассники, мы там, там, бабки ходили еще, они говорят, мы Сереге отдаем бутылки, красавчик. Они поддерживали, они мотивировали. Если у вас есть такое окружение, да? Да, на тебя стыдно смотрели, может быть, девчонки, и говорили, ты там ничего не добьешься. Фу, шмошник собирает бутылки, да? Но когда, допустим, у меня было в окружении, была моя девчонка, которая тоже когда-то в свое время полюбила, да? То классно было, что когда ты ей покупаешь что-то, она говорит, я знаю, как тяжело тебе достаются деньги. Вот я, наверное, из этих. Я из тех, кто действительно забил на все и пошел вперед. И мне говорят, долго ты будешь записывать такие подкасты и все остальное? Сереж, вот ты настолько голодный. Я говорю, пройдет год, пройдет два, и мои подкасты перерастут уже, может быть, буду показывать, как я путешествую со своей любимой девочкой, да? Вот, они перейдут в этот формат. Не в формат, я вам сейчас расскажу про хэш-7. Самое интересное, что каждый день плюс доллар, плюс пять, я зарабатываю каждый день больше. Вот это главное. Я могу вообще ничего не делать и через 2-3 года выйти на доход в 5 тысяч долларов в месяц. Могу сейчас приложить максимум усилий, выйти на 20 тысяч долларов в конце года, или на 50 тысяч. Вот для чего я это делаю. И у меня есть такие люди. Есть голодные, прям вот жаждущие, которые, у них просто, они звонят мне, у них горят глаза, Сережа, что делать? Это люди, которые не кидаются на первую ерунду, которую там, тут 300% закинь бабок. Он такой, не надо мне 300, у меня есть 5-15 в месяц, у меня есть Серега, который меня обучает, и у меня есть желание, не после твоих вот этих 200-300% годовых, да, разочароваться. Свою аудиторию, которую я зову, а она мне доверяет, да, потом скажет, уйди ты в жопу, чувак. Вот это люди, которые добьются успеха. Все остальные, которые я подумаю, я проконсультируюсь с женой, я, у меня ребенку 14 лет, да, я пойду у него спрошу, у меня кошка, если посмотрят на меня, когда я приду домой, она мне, значит, мой день, гороскоп почитаю, вот все остальные там увидят красивые картинки и все остальное, да, и полетят. Скорее всего, они останутся на том же месте. Зайдут в какую-то монету там, в такую же пепе, да, потом зафиксируют себе убыток на 40%, потом будут бояться докинуть денег, потом булран пойдет, думает, почему не докинул. Все вот эти сомневающиеся, мы говорим за большие деньги. Тысяча, две, пять, десять тысяч долларов, двадцать в месяц. Мы не говорим за пятьдесят, сто долларов. Это люди стандартные. Вот, допустим, у меня аудитория 700 человек, 670 сейчас, да, кто пользуется в команде моей H7. Из них потенциальная партнерка, вот я недавно конкурс проводил, да, то есть люди получили и денежки на торговый счет, человек получил лицензию. Вот, да, у меня от двухсот до двухсот пятидесяти, двухсот восьмидесяти людей, которые работают с H7. То есть половина. Другая половина купила лицензию, закинула 30 долларов и сидит. Ей закупила 71, 70, 69, закупила биток. И он сидит уже третий месяц. Ну что, когда там у меня будет 100% годовых? Ну, вот эти вот, я говорю, им 50, 100, 200 долларов в год, учитывая, что 100 баксов лицензия, да, допустим, в текущем моменте. Мы не про них говорим. Мы говорим про тех, кто хочет достигать результата. И мне нравится проводить личные консультации с людьми. Мне нравится час, полтора часа именно говорить об этом. И человек прислушивается, начинает увеличивать. И мое количество партнеров перерастает в качество. Это важно. То есть, у меня, если зашло там 5-10 человек, шестеро из них с 30-50 долларов сидят, сидите, друзья, да, а четверо или трое зашли на 100 долларов, чуть-чуть приподняли свой депозит. Где-то, допустим, кто-то даже взял какую-то там, ну не знаю, одолжил денег. Кто-то взял там кредит. У меня есть и такие. И со своей зарплаты платят кредит, а крипту накапливают, увеличивают, рассказывают, которые рассказали друзьям, не стесняясь, что и кто-то там, вот, пичмошник там, ты бутылки собираешь, как, ну, я про свой победу, да. Рассказали. Первые 30 долларов упало за лицензию. Он класс, супер. У меня был депозит 140, сейчас 170, супер, вообще огонь. Вот это голодняк. Теперь подведем итог. Три типа людей. Это уставшие, которые уже наелись всего, поняли, что здесь надежно, безопасно и 100 плюс, гарантированно, не нужно бояться за свои деньги. Это не жадные, это те люди, которые понимают, как работает инструмент, и им лучше, ну, на падающем рынке, ну, пол бакса в день падает, но растущим, пусть он не так часто, да, ну, на падающем при проторговке, там, пол доллара, доллар приходится. Ну, я беру средний депозит, там, 300, 200 долларов, там, 400, да, вот такие вот, сотка даже, да. Есть те, кто, вот, рынок полетел вверх, да, он не часто полетит вверх, но пампы бывают, посмотрите, биткоин как быстренько отпустился вниз, пошел наверх, все на фьючах, там, за голову берутся. Вот эти нежадные люди, о, прикольно, сегодня стандартно идет пол бакса, а сегодня три пришло. Замечательно, вот, что такое нежадные, которые разрабатывают свою стратегию, консультируются, вот мы собираемся, иногда общаемся. И третье, это голодные, у которых, может, даже депозита нету, у которых только купили лицензию и пошли в поля, которые хотят доказать, в первую очередь, себе, что за год, потраченный в хэш-7, стоит больше, чем 30 лет вкалывания на заводе, там, масс или что-то, где завтра твой начальник забьет на технику безопасности и на тебя нечаянно лава выльется. Вон, как у меня знакомого, короче, ногу прессом придавило. Да, там, 30 или 35 лет на Белкоммунмаша проработал. Да, у меня есть такие истории, уже, как бы, 38 лет опыта уже хватает. Так вот, эти голодные, которые понимают, что прямо сейчас нужно брать, которые понимают, как можно дойти к своей цели, вот эти три типа людей будут зарабатывать от тысячи, пяти тысяч, десяти тысяч долларов в месяц. если хотите проверить себя, да, ну, вот, как мне человек говорит, ну, я голодный, я хочу зарабатывать. Я говорю, а что ты сделал за сегодня? А, не, не знаю, видосик и смотрел, там, в ТикТоке сидел, да, вот, или те люди, когда я встречаюсь в оффлайне, которые берут его, кстати, взял пульт от этого, от Кандюка, и вот такой ты сидишь с ним, общаешься, он такой, подожди, угу, стой, мне нужно ордер передвинуть, ну, у меня есть ребята, которые торгуют, да, такой, стой, ордер передвинуть, блин, стой, надо вот это остановить, я говорю, ты вообще можешь просто посидеть, пиво попить, да, подожди, тут бабки, тут это, которые не нервные, вот эти вот нервные, да, вот эти вот седые, лысые чуваки, да, и ты сидишь, и они говорят, ну, как у тебя, ну, да, ты 6 месяцев, хэш 7, вы помните мои первые посты? Посмотрите мои первые сторисы, как круто это выглядит, да, 10 центов заработал в день, 15 центов, 30 центов, 20, 50 долларов, 1000 долларов, я сейчас смотрю на тех, кто бегает, на тех, кто там, ай, Серега, говно это все, ну, ладно, через полгода посмотрим, и я сейчас говорю, ну, я вот, тысячу с копейками получаю, горжусь ли я своей проделанной работой? Да, много ли проделано работой? Очень много, голодные? Конечно, у меня еще есть обязательства, ну, и по Робину, и по всем остальным, у меня еще есть бизнес, у меня еще есть команда, которая разрабатывает программное обеспечение, у меня много чего нужно успеть сделать, но взять мою начальную точку в январь месяц, когда у меня мой доход составлял 20-30 долларов в месяц, и текущую точку, я в 30 раз увеличил, в 30-40 раз увеличил свой доход с января месяца, пройдет еще полгода, и у меня будет доход в 5-10 тысяч баксов, мне это нравится, я так хочу жить, хотите вы так жить, давайте начинать работать, не хотите? Мои подкасты бесплатны, всем хорошего настроения, пишите в личку, все ссылки есть внизу, в комментариях, в первом закрепленном, так как это видео на ютубе, также в телеграме есть, я публикую, звоните, я живой пример, как можно с нуля дойти до какой-то точки, и я уверен, что в большинстве моей аудитории не имеет даже зарплаты такой, который я получаю от бизнеса с хэштем, всем привет, всем пока, не тяну ваше время, до скорого.